Добрый вечер. Это программа «Здравый смысл». В студии Алексей Вербицкий. Сегодня обсудим, что будет со спортсооружениями города, зачем сдавать нормы ГТО и как будут работать спортивные секции Перварьска. Директор муниципального учреждения «Старт» Владислав Пунин сегодня у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Телезрителям я напомню, телефон прямого эфира 648686. Можно звонить, задавать вопросы гостю. Слава Михайлович, насколько я знаю, в последнее время больше Перварьсов стали заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый активный образ жизни. Какова статистика? Более подробно расскажите. Здесь трудно с вами поспорить. Вы абсолютно правы. Численность постоянно занимающихся людей, в частности, которые приходят на объекты «Старта», а я здесь могу говорить только за «Старт», она действительно возросла. И в 2016 году уже численность постоянно занимающихся физкультурой и спорта на площадках «Старта» составила 3700 человек. Этот показатель на 20% превысил показатель 2015 года. С чем это связано? Какие причины? Ну, я думаю, что это два базовых фактора. Первое – это строительство лыжной базы «Бодрость». Это реконструкция малого футбольного поля, которое расположено на стадионе «Уральский трубник». Ну, а второй фактор, на мой взгляд, он тоже имеет место быть. Это то, что все физкультурно-массовые мероприятия, которые имеют знаковый, значимый окрас, к их организации сегодня специалисты «Старта» маленько подходят по-другому. То есть эти мероприятия стали не только, на мой взгляд, но и на взгляд участников, зрителей этих мероприятий более красочные, более привлекательные. С чем это связано? Да с тем, что это уже является коллективным трудом. Привлекаем специалистов центральной клубной системы, привлекаем артистов театра «Драмы Вариант». И все это, конечно, накладывает свой позитивный отпечаток. И самое главное то, что люди приходят посмотреть на эти мероприятия, и из числа зрителей постепенно перетекают в число участников. Поэтому вот эти два базовых фактора, на мой взгляд, и наносят явный позитивный отпечаток на рост численности жителей, которые у нас увлекаются в спортивную жизнь городского округа. Отлично. Есть у нас звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Сдавайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажи мне, пожалуйста, почему у вас на Уральском трёхке на стадионе велопрокат в выходные дни не работает? Вообще, у тебя ведь просто в выходные не работало, мы бы не задерживались. Вот просто в ходе не работало. Такое впечатление, что мы видим, что у вас работает, когда велопрогект проходит в себе. Спасибо. Да, вы абсолютно делаете справедливое замечание. Действительно, с велопрокатом у нас были некоторые трудности. Трудности, в частности, были по причине того, что мы не могли просто найти людей, которые бы занимались этим вопросом. На сегодняшний день мы укомплектовались, и велопрокат будет работать как в выходные, так и в праздничные и будничные дни. То есть, этот вопрос мы отрегулировали, поэтому никаких проблем в этой связи не будет. Хорошо. Вы сказали, что число занимающихся спортом физкультуры зависит от состояния спортивных объектов Первого Уральска. Один из спортивных объектов у нас – Ледовый дворец. Его недавно ремонтировали, его опять вроде бы ремонтируют. Зачем постоянные ремонты, и что там в итоге планируется сделать? Алексей, ну, во-первых, никаких реконструкций, никаких ремонтов, глобальных ремонтов по этому объекту у нас в этом году не предусмотрено. Чем занимаемся? Мы просто решили привести в соответствие прилегающую территорию к этому объекту. В первую очередь, это вызвано повышением безопасности пешеходов, которые постоянно курсируют вдоль этой площадки. А вы же знаете, что там еще и родители, которые привозят своих детей на тренировки, ставят автотранспорт. В этой связи была разработана проектно-сметная документация. На сегодняшний день проведен конкурс, избран подрядчик, сроки выполнения этого контракта, а он уже подписан 10 июля текущего года. Ну, а что будем делать? В двух словах буквально поясню. Во-первых, приведем в порядок асфальтное полотно, которое сегодня у нас там находится в не очень хорошем виде. Во-вторых, организуем два пешехода, учтем все требования по маломобильным группам. По этим двум пешеходным тротуарам, извиняюсь. Дальше мы проведем монтаж двух шлагбаумов, сделаем ограждение, оградим проезжую часть от пешеходного тротуара. Мы поработаем в части благоустройства с площадкой, которая прилегает к проезжей части и находится напротив крыльца Ледового дворца. В частности, там будут разбиты газоны, установлено 8 скамеек, 8 мурн. Мы поставим парковки для велосипедов около крыльца Ледового дворца. Вот то, что мы планируем сделать в рамках реализации этого проекта. Но в любом варианте объекты, которые у нас находятся на содержании, они немолодые, будем так говорить, и требуют постоянного поддержания. Поэтому кое-какие работы, в частности покрасочные, мы проведем по входной группе. Мы проведем покрасочные работы по фойе, насколько нам позволят возможности. Применим более веселые краски, чтобы как-то повеселить наше фойе. Оно немного, на мой взгляд, пасмурное такое. На втором этаже поработаем со стенами, которые находятся вдоль бортов. Проведем штукатурно-малярные работы самими бортами корта. Обновим разметку. Есть намерение заменить 100 метров сетей холодного водоснабжения. Потому что они сегодня находятся в изношенном таком состоянии. Вот то, что мы сделаем по этому объекту. Хорошо. Ваше учреждение, я имею в виду «Старт», аккредитовано, чтобы принимать нормы ГТО у населения. Много ли желающих сдать эти нормы ГТО на сегодняшний день? Много ли уже сдать? В 2015 году, в декабре месяце, мы получили официальный статус центра тестирования ГТО. Мы обучили наших сотрудников на базе регионального центра тестирования в городе Екатеринбурге. И, соответственно, получили право на такой род деятельности. В 2015 году 5 значков отличия мы получили. В 2016 году участие в тестировании приняло уже 604 человека. Все это ученики общеобразовательных учреждений. Из 604 человек, я могу сказать, что 228 человек были отмечены значками. Если говорить о первом полугодии текущего года, то уже в тестировании приняло участие 930 человек. Но чем это обусловлено? Во-первых, интерес растет со стороны населения. Во-вторых, с 1 января 2017 года мы получили такую возможность принимать нормы ГТО у всех категорий населения. Если в 2016 году мы были ограничены и принимали только у учащихся, то на сегодняшний день никаких ограничений нет. Жители любого возраста могут обратиться. И мы обязаны по своему роду деятельности принять эти нормативы. Но что интересно, уже предприятия формируют централизованно групповые заявки, списки. И это не может не радовать. В частности, впереди планеты всей Перворайский новотрубный завод. Они уже прошли тестирование. Директора МУПов формируют общие заявки. И я могу сказать, что цифра в 930 человек, я думаю, что к концу года процентов на 20, а может быть и на 30, может возрасти значительно. Если оценивать вообще уровень спортивной подготовки населения, то по пятибальной системе, если судить, я думаю, что твердую четверку можно ставить нашим первоуральцам. И на самом деле нам есть куда стремиться и к чему стремиться. И вот тот факт, что интерес со стороны населения к тестированию нормативов ГТО, он неустанно растет. А это же человек организует. Если он идет сдавать, значит он предварительно готовится, он себя пробует. Поэтому здесь, я думаю, что уровень спортивной подготовки, он будет неизменный и неустанно расти. Это неизбежно. Это замечательно. Но у вас на базе вашего учреждения бесплатные секции продолжают работу по-прежнему. Как с посещаемостью обстоит дело и какие из этих секций может быть наиболее популярны сегодня? Да. Ну, как я уже и говорил, Алексей, на базе нашего учреждения работает 13 секций. С посещаемостью все в порядке. Посещаемость стабильная. Более того, просматривается рост контингента, что для нас немаловажно. Но если говорить не только об уровне посещаемости, а говорить о том, какой вид спорта из 13 наиболее популярный, я, наверное, побоюсь этого делать, потому что все виды спорта, которые сегодня представлены, у нас в старте, они достаточно популярны. Но это зависит от затратности какого-то вида спорта? Или все вот эти нагрузки финансовые муниципалитет берет на себя? Нет, я думаю, что, безусловно, фактор затратности, он имеет место быть. Но просто просматривается тенденция, когда в преддверии чемпионата по футболу 2018 года, да еще и поле-то мы реконструировали, идет рост популяризации такого вида спорта, как футбол, да, вполне очевидно. Вот. И надо сказать, что старт сегодня представлен пятью возрастами. И ребята, которые занимаются в штатных секциях старта, я могу сказать, что достойно представляют городской округ не только на открытых перенствах других городских округов, на областных соревнованиях, но и в частности неплохо смотрятся на всероссийском уровне. Вот. Но, тем не менее, я могу заверить, что хоккей с мячом, как был базовым видом спорта в городском округе, и так он и остается этим видом спорта. Особенно с успехами этого сезона. Да, безусловно. Несмотря на то, что раньше секции были представлены в старте, сегодня они выведены на уровень дюша, что, безусловно, повышает статусность этого вида спорта. И самое важное то, что цикл у нас получается по этому виду спорта замкнутый. То есть человек, ребенок приходит дюша, если он показывает какие-то результаты, у него есть желание дальше заниматься, он может перейти в фарм-клуб, после чего в команду суперлигии, в команду мастеров. Поэтому здесь надо говорить о том, что для этого вида спорта, пусть не идеальные условия, но они сегодня в городском округе созданы. Это отлично. Я хотел еще вот о чем спросить. Год для пиратской юбилейной, 285 лет, добрая сотня спортивных мероприятий запланировано. Какие из них самые главные, какие из них самые важные, ну, может быть, из уже прошедших, которые, вот, если подводить итоги этого года, что удалось сделать, в принципе, вам и что предстоит? Ну, давайте начнем, наверное, то, что приходит на ум, что предстоит. 1 июля на базе спортивного комплекса «Уральский трубник» мы проведем такое знаковое мероприятие, которое ни разу в городском округе никто не проводил, под названием «Автопати». Оно будет состоять из трех блоков. Это автозвук, авторетро и автотюнинг. Значит, в чем интерес? Я думаю, в том, что каждый житель может прийти и посредством интерактивного голосования отдать свой голос за тот или иной автомобиль посредством интернета. Кроме всего прочего, на площадке будет работать диджей, будет работать профессиональный ведущий, будет концертная программа. Поэтому всех первоуральцев, пользуясь случаем, приглашаю. Приходите, будет очень интересно, красочно, ярко. И я надеюсь, каждый получит массу позитивных эмоций. Спасибо вам за беседу. У нас считанные секунды до конца эфира остаются. Спасибо телезрителям за то, что вы сегодня были с нами. Увидимся на телеканале Евразия. Всего доброго.